К другим темам. В день празднования Собора Притечи и Крестителя Господня Иоанна престольный праздник отметил Иоанно-Притеченский храм уральского города Реж. Божественную литургию в этот день совершил епископ Алапаевский Ербицкий Леонид в сослужении духовенства Режевского благочиния. На второй день после крещения Господня соборно прославляется Притеча и Креститель Спасов Иоанн и особенно торжественно в храмах, освященных в его честь. Храм святого Иоанна Притечи имеет более чем столетнюю историю. Построенный в русско-византийском стиле, он расположен на Орлиной горе и возвышаясь над всем городом является его украшением. До революции люди, когда въезжали в город, первое, что они видели, это храм. Так называемая была старая Никольская дорога, сейчас она называется Никольская дорога. По этой Никольской дороге люди въезжали из города, из Екатеринбурга, из Нижнего Тагила и перед ними приставал на горе огромный красивейший храм. И сам храм всегда являлся местом объединения людей и до революции, и как ни странно, даже в советское время храм являлся таким объединяющим фактором для людей. И очень бы хотелось, я думаю, Бог даст, храм будет и в настоящее время таким объединяющим фактором. Объединяющим фактором для священнослужителей и прихожан являются и совместные труды по восстановлению церкви. Избежав разрушения в безбожные годы, храм долгое время находился в запустении, но сегодня он постепенно возрождается. И по-прежнему здесь возносится молитва к Богу, несмотря на то, что добраться до храма не так-то просто. Добираться довольно-таки интересно пешочком, через мостик, через речку, в горку, потом по небольшой узенькой дорожке и попадаешь к храму. Так, преодолевая подъем на гору, в любую погоду приходят жители города в храм, который встречает каждого входящего в него своей тишиной и благодатью. Здесь забывается суета мира, а душа погружается в молитву. Такая тихая и благодатная служба прошла и на праздник собора, предтечи и крестителя Господня Иоанна. ПЕСНЯ Как отметил епископ Леонид, обращаясь к прихожанам, в те дни, когда святой Иоанн крестил людей на Иордане, вряд ли была такая тишина. Ведь к святому пророку приходило великое множество людей, которые каялись и открыто исповедовали свои грехи, а он каждому из них давал свое наставление. Он говорил им, если кто имеет две одежды, отдай поделись с нищим. И если кто имеет вещь, делай так же. Другим он говорил, не делайте более того, что повелено вам. Третьим он говорил, не обижайте народ. Не лжесвидетельствуйте, довольствуйтесь своим жалованием. Разве не актуальны эти советы великого пророка, ангела Нового Завета? Они актуальны и больше даже, чем актуальны в наше время. В завершение проповеди епископ Леонид призвал всех, вспоминая святого Иоанна, помнить о наставлениях, которые он давал людям, чтобы по его молитвам нам спастись и достигнуть Царствия Небесного.